На сегодняшний день 377 пациентов получают лечение от COVID-19. Из них 345 находятся в стационаре, 34 в реанимации. Занятость коек составляет 41%. За прошедшие сутки у 75 жителей выявлено заражение. Из них 31 пенсионеров, 8 школьников. На сегодня первым компонентом привито 307 827 человек и составляет 64,3% от подлежащего контингента и 41,9% от общего количества населения. Вторым компонентом привито 284 377 человек, что составляет 60,6% от подлежащего контингента и 36,5% от общего количества населения. С 29 ноября вакцину Pfizer получили 618 человек. Среди них 10 беременных женщин, 110 кормящих матерей, 498 подростков. Добровольно приехали и сделали прививку. Он более заразен, чем дельташтамм. Поражает лиц преимущественно в возрасте 20-30 лет и отмечен риск повторного заражения. С 3 декабря будет ограничен въезд на территорию РК иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесотта, Намибии, Зимвабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсвантине, Танзании, Малави, Гонконга. Также будет приостановлено авиасообщение с Египтом. Граждане, прибывшие из стран, где обнаружен штамм омикрон, будут находиться на домашнем карантине в течение 7 дней и будут вынуждены сдать ПЦР-тест, несмотря на то, что получали вакцину ранее. Потому что последствия нового штамма вируса могут быть серьезными. Зарина Беккалиева и Саулия Светбекба, Уржан Смогулов, Кокщах, Парад.